Ну, муж, когда работал там, тоже думала очень много, почти не спала все время, переживала. Что там, как там, знаете, как обычно говорят, дозу набрал, не набрал, когда он ее наберет, какая доза. В институте тем более лежал потом. Тоже все обошлось нормально, кто его знает, как дальше будет, но пока все хорошо. Для Светы хочет дочку, она хочет сестричек. Ну, из-за этого тоже, само собой, приходится волноваться. Ну, надеюсь, что будет все хорошо. У меня анализы хорошие, нормальные. Надеюсь, что будет все нормально. В общем, поживем, посмотрим. Осталось уже немного ждать. Наши желания, по-моему, поднятны сейчас всем. Любого спросите, кто эвакуированный, все скажут одно и то же. Попробуйте, я бы вернусь на Припять. Живем по улице Дружбы народов. У нас на доме еще висит мраморная доска, что это первый дом Припяти. Общежитие первое, в общем, Припятское. Тогда, когда сразу Припять устроилась, в общем, это самый первый дом. Мы живем в том общежитии. На втором этаже, 26-я квартира. Я видел целый город, 40 тысяч населения, и не одного человека там. Все пустой. Здания, большие здания, все пустой. Там даже пелье висит. Они не имели время взять свое пелье. Я бы хотел, чтобы каждый человек в мире видел, что я видел. Никто не говорил бы о ягодной войне. Они все-таки узнали, что это самоубийство за весь мир. И что мы должны уничтожить все ягодное оружие. И я надеюсь, что когда Мастеркович встречается с Рейганом, он с Рейганом расскажет, что это показывает ему в фильме. И потом, в будущем год, когда Рейган приедет в Россию, чтобы он поехал в Киев, и в Черноволе, пусть он видит, что я видел, то я думаю, что никогда он не будет говорить о ягодной оружии. Эта земля опустела. Люди, жившие здесь, будут вспоминать родные дома, как далекое и невозвратимое прошлое. И никто не соберет эти яблоки. Они сгниют, сохраняя в себе радиоактивные семена. Зерна пшеницы осыпятся в землю и прорастут. И снова взойдут радиоактивным полем. Их будут клевать птицы. Для них не установишь границ. Эта земля стала жертвой наших ошибок. Цену которых мы еще долго будем оплачивать. В считанные недели для пострадавших были построены десятки новых поселков, 12 тысяч новых усадеб. По государственным сводкам от республик, от областей. А получалось от сердца. Одному из построенных поселков суждено стать новым домом для жителей в Ковшиловке. Еще не обжито колесо, на котором должен по традиции поселиться. Аист. Людям только предстоит привыкнуть называть эту землю своей. И теперь, чтобы повидаться с вчерашними земляками, первому секретарю Полесского райкома партии приходится ездить в другой район. Каким является атомная станция, там треба, чтобы была высокая ответственность каждого и всего, когда Киеву целого. Вот так и я, так и решта, судячи, обговоривши постанову Политбюро ЦК, приходят до такой думки. Это урок будет на всю жизнь, для нас и для всего мира, кто занимается атомом. Для чего мира будет урок? А если случилось это у нас, то что же делать? Ну зачем же в воду вступить в Товкти? Ясно было сказано в Вишновках правительство. Поспешили я. Про счет получил. Про счет, может быть, понимаешь, между нас, Ковшиловка примерно, или Полеска есть. Может, про счет. А это ж сколько населенных пунктов, сколько тысяч человек. Дорого вино пришелся для державы. Да, миллиарды страшные, здоровые люди потягивали. И голову положили мне, которые... Сколько Украина годовала хлебом, молоком, мясом, хмелем, пших. Столько всего ляпнуло. Ай-яй-яй. За чьи есть халатности? Скажи, за такое халатное отношение таких людей надо накаживать на сколько народов гробили. И так же самое все, что я имел пример, каждый из нас дома. Все хозяйство, все... Ну, я там вырос на той земле, примером. И каждый из нас все взятые, понимаешь. Из-за такого халатного отношения. Это ж очень ответственная работа. Очень ответственная. Ну, прямо черт его знает. Это если б якась бомба упала, там взорвалась, и война началась в 41-й. Ты как это понимаешь? Люди уже неподготовленные были к этому. Не знали, что такое, понимаешь. А не оружие. А это ж уже наука, понимаешь, доказа, столько изучали, понимаешь, это все. И не... Ну, я не представляю, как халатно относиться к такой работе. Иначе нарочно. Ну, действительно, что наче нарочно. И на такую... За такую ответственную работу надо... Мое мнение, конечно, плоть до расстрела. Или вот туда их надо на той самой реактор и пускай на четвертый блок. И пускай там тушат. Чтоб он своей грудью защищал. Вот эту работу. У меня такое отношение. Что столько народа сейчас пострадало. И так сама государство. Обстановка требовала постоянной и точной информации о том, что происходит в бывшем реакторе. К четвертому блоку направился вертолет. Он должен был зависнуть над разломом и вонзить в него оснащенный датчиками зонт. Трос, обмотанный жгутом измерительных кабелей, на котором опускался зонт, нужно было сбросить в безопасное место и оттуда следить за показаниями приборов. Туда же, к четвертому блоку, направились академик Велихов и член-корреспондент Академии наук СССР, письменный. Ученым предстояло решить, в каком направлении должны развернуться работы по захоронению реактора. Ни на один день они не оставляли без внимания ход работ в Чернобыле. Академик Александров, академик Флеров, академик Легасов, входящий в правительственную комиссию по Чернобылю, каждый сознавал меру своей ответственности за то решение, которое предстояло принять. Эти засветки пленки, побывавшие возле четвертого блока, физики объясняют по-разному. То, что произошло через несколько минут, не мог предположить никто. Сброшенный с вертолета второй конец троса упал в зону высокой радиации. Ученые совершенно неожиданно для себя увидели его за стеклом галереи. Это письменный в каске Велихов. КОНЕЦ Это необходимость. На стекле слоя радиоактивной пыли. Наблюдать за реактором. Вы только что с нами ходили, вы видели, что главная наша задача, с одной стороны, дать основание для проекта, надежно захоронить четвертый блок, чтобы можно было людям работать вокруг него, и чтобы потом все эти радиоактивные отходы, пыль, грязь, чтобы она никак не вышла за рамки этого захоронения. Но, с другой стороны, мы стараемся и минимизировать сам объем этого захоронения, что очень важно. И с точки зрения труда, потому что там работать очень тяжело. И с точки зрения того, что вообще инженерные сооружения сложно.